Всем привет! Обещанное видео о том, как сделать лабиринт под прошлым постом. Я сделала такой мини-опрос, какой вариант из трех предложенных лабиринтов вам понравился больше всего. И по вашим ответам я поняла, что это вариант номер один, лабиринт с заданием на аудирование. То есть тот вариант, который был представлен на слайде с карты города. Сегодня мы с вами попробуем его повторить. Делается он несложно и думаю, что пригодится не только для учителей иностранного языка, но и для любого другого предмета, если вы сможете адаптировать его содержание под свой предмет. Давайте я напомню содержание нашего лабиринта, как он выглядел и что из себя представляет для тех, кто еще не видел. Итак, это задание с карты города, где нажав на начальную кнопку, то есть мы должны пройти путь от точки А до точки Б, прослушав аудио. Мы нажимаем на красную кнопочку, у нас запускается аудио и мы проходим данный путь. Я сейчас быстренько пройду этот путь, не буду слушать аудио, чтобы нам быстренько показать вам, вернее, как это все. Опс, немножечко не получилось, поэтому начнем еще раз. Я чуть-чуть поторопилась. Так, двигаемся, двигаемся. Так, не пропустить, по-моему, сюда. Да, 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 вспомнила. Нажимаем, окей, ура. Вот такой лабиринт у нас получился. Мы сейчас попробуем сделать его с другой картой, да, чтобы у нас было какое-то разнообразие. Это у нас будет лабиринт с аудированием. Итак, у нас есть карта города, то есть мы заранее подготавливаем саму карту. Дальше какой-то объект у меня, я вставила обычный, обычную картинку, обычный значок, человечка, то есть это у нас будет триггер, который будет как раз запускать наш лабиринт. И, конечно же, я вставила аудио, то есть у нас получается на стартовом слайде размещены, так, сейчас включу, на стартовом слайде у нас размещено задание, само аудио, карта и вот этот человечек, который служит триггером для запуска лабиринта. Дальше на втором слайде как раз будет размещаться вот наш путь, то есть мы его будем прокладывать с помощью указателя нашей мышечки. И третий, четвертый слайд, это у нас вот, упс, если ошиблись, ура, если у нас все получилось. Итак, давайте проведем первоначальные настройки, что нам необходимо сделать на первом стартовом слайде. Нам необходимо по клику на вот этом человечке запустить аудиозапись, которая у нас прикреплена. Для этого мы с вами выделяем аудиозапись, переходим в слайд-шоу, ой, извините, переходим в анимацию. Нам нужна анимация воспроизведения и триггер по щелчку на человечке. Сейчас открою область анимации, чтобы вы видели, да, то есть мы кликаем по человечку, это у нас триггер один, у нас запускается аудио. Дальше, что нам необходимо сделать? Поскольку у нас этот человечек также поможет нам перейти на следующий слайд, на восьмой, на котором мы будем прокладывать наш путь, нам необходимо, чтобы вот это аудио, оно у нас длилось и на первом стартовом слайде, и на втором. Для этого в области анимации мы видим наш аудиофайл, нажимаем стрелочку, выбираем параметры эффекта, и сейчас смотрите, что нам необходимо здесь сделать. Вот здесь вот есть кнопочка закончить по щелчку после текущего слайда или после конкретного, поскольку у меня будет аудио звучать на седьмом и на восьмом слайде, вернее на седьмом он будет включаться и начинаться, а продолжаться соответственно на восьмом, поэтому я делаю закончить его после восьмого слайда. У вас будет этот слайд второй, допустим, да, если вы делаете с первого слайда. Все, после восьмого слайда у меня аудио будет останавливаться. Нажимаем ОК, все, закрываем, и также нажав на вот эту фигурку, мы должны перейти на следующий слайд, на слайд с нашим лабиринтом, который мы уже непосредственно будем проходить, слушая аудио. Правой клавишей ссылка, место в документе, и это у меня слайд восемь. ОК, все. То есть у нас получается, смотрите, сейчас запущу, аудио не звучит, оно начинает звучать ровно тогда, когда мы нажимаем вот на этого человечка. Я нажимаю на человечка, звучит аудио, и мы уже перешли на следующий слайд. Да, то есть вот мы видим, здесь аудио у нас нет, но оно продолжает звучать. Итак, переходим дальше к настройкам непосредственно того, как мы будем прокладывать путь. Я аудиозапись уже прослушала, поэтому маршрут я уже знаю, вам необходимо будет, соответственно, прослушать дополнительно и проложить. Так, сейчас мы с вами должны настроить гиперссылки для перехода на вот эти вот слайды. Упс, если мы ошиблись, и ура, если мы пройдем весь путь. Давайте сначала настроим ошибочный вариант ответа, потому что он устраивается очень быстро и легко. На втором слайде, где мы как раз будем проходить наш маршрут, мы выделяем нашу карту, дальше идем во вставка, ссылка, действие, и здесь выбираем не щелчок мышки, а поместить указатель мыши на. И вот если мы мышкой наведем на нашу карту города, мы, соответственно, перейдем на следующий слайд. Если у вас будет слайд там не следующий, а какой-то другой, выбирайте слайд и указывайте этот слайд. Нажимаем ОК. Все, то есть сейчас смотрите, я запущу демонстрацию, и если я наведу на карту, то у нас перейдет на слайд Упс. Так, Упс. Итак, мы с вами настроили переход на следующий слайд со словом Упс, если мы выберем неправильный маршрут. Сейчас мы строим правильный маршрут, для этого нам необходимо на второй слайд вставить фигуру. Я буду выбирать прямоугольник, и вот этот прямоугольник я вставляю вот сюда, на тот путь, который необходимо пройти. Чтобы мне все было видно, я в формате фигуры могу изменить, соответственно, цвет заливки, прозрачность. Давайте делаем вот так, пока хватит. Так, и продублирую просто этот прямоугольник, и размещу его дальше. Так, соединяю его по ширине с дорогой, путь будет вот до этого домика. И еще один ставлю. Так, дублировать. Все. То есть все, мы дошли до нашего объекта назначения, пункта назначения, и будем его нажимать. Все. Так, сейчас я вот, человечка нам не нужно на первый план. Так, переместить назад. Так, все. Так, выделяем наши дорожки. И также в формате я убираю прозрачность. Делаю стопроцентную. И контур тоже нужно убрать, чтобы нам не видно было. Все, нет контура. Отлично. Так, и смотрите, когда мы дошли до вот этого пункта назначения, мы сейчас сделаем клик по нему, и перейдем на слайд с ура. Поэтому правой клавишей ссылка, место в документе, слайд 10. Окей. Все. Давайте проверим. Запускаем с первого слайда. Итак, вот видите, у нас пока ничего не происходит, потому что это стартовый слайд. Здесь у нас не настроены гиперссылки, поэтому мы ничего не можем сделать, кроме как нажать на этого человечка и запустить аудио. Курсор мыши у нас непосредственно уже будет тут. Мы его не можем сдвигать. То есть мы от этого места начинаем свое движение по карте города. Итак, нажимаем. Включается аудиозапись. Мы внимательно слушаем. И начинаем движение. Давайте для начала сделаем ошибочное. Вот мы пошли, пошли. Услышали, что надо повернуть, например, вот сюда на Форд Стрит. Упс. Окей. Вернулись снова на наш первый стартовый слайд. Нажимаем еще раз. Снова прослушиваем аудиозапись. И уже идем, соответственно, прямо. Правильно. Да, все мы понимаем. Все. О, вот здесь вот. Нажимаем. Ура. Отлично. Мы справились с заданием. Это супер. Все. Вот таким образом мы с вами можем сделать лабиринт. В принципе, предыдущие два варианта, которые были в прошлом видео, делаются аналогичным образом. Единственное, что там уже аудио не нужно. Там можем подключать уже буквы, какие-то слова и так далее. Если данная работа вам понравилась, я прикреплю разработанную презентацию вот в ходе нашего видео под постом. Вы можете ее скачать, просмотреть. Можете просто сразу же заменить объекты на необходимое аудио, на свое аудиокарту города, на свою карту города. Естественно, вам нужно будет только поменять вот этот маршрут. Либо сделать с нуля. Это совсем не сложно. Занимает, как вы видите, буквально минут пять. Всем желаю удачи. Жду ваши лайки, комментарии, репосты. Приветствуются, конечно же. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok